Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить на тему фирмы Greenworks, но не с целью рекламы, как изначально можно об этом подумать, а о том, что в технике Greenworks используется защита, чтобы люди тратили деньги и покупали только ихние фирменные аккумуляторы, которые стоят, скажем так, недешево, а я бы даже сказал, дорого. Но, почитав интернет, потратив на это много времени, я ничего не нашел на тему того, как обойти эту защиту. То есть, людям приходится покупать эти дорогущие аккумуляторы, вот так они выглядят, это серия на 24 вольта, вот такие аккумуляторы у нее. То есть, вставляем аккумулятор, все работает. Если мы ставим аккумулятор другой фирмы, даже если мы возьмем вот этот корпус, в него поставим нужные ячейки, ставим, работает ровно 4 секунды любая техника, фонарь, компрессор, ровно 4 секунды и выключается. Я не нашел информации о том, как кто-то сумел или не сумел взломать. Меня это сподвигло на мысль, а что если мне взять и попробовать решить эту проблему? То есть, вместо оригинальных аккумуляторов, подключить от абсолютно других фирм абсолютно другой вольтаж. То есть, здесь 24 вольта, я сейчас в последнее время использую 21 вольт, ну, другой фирмы, китайской, без названия, то есть, там просто аккумуляторы без шильдера. Вот. Попробовал я подключить, значит, напрямую, то есть, взять плюс к плюсу, минус к минусу, 4 секунды не работает. Мне пришлось все разобрать по винтикам, посмотреть все микросхемы, что здесь, что здесь, и я нашел, как сделать так, чтобы заработала вся эта техника от моих аккумуляторов. Вот, сейчас наглядно продемонстрирую. Вот, значит, фонарь. Оригинальный аккумулятор вставляется вот таким вот образом. Вот. И все, работаем, считаем. Один, два, три, четыре. Все, продолжает работать. Это оригинальный аккумулятор. Теперь вот так. О, вытащил. А есть у меня еще китайский. Не оригинальный, из совершенно другого вольтажа. То есть, они вот даже по размеру разные. Здесь у меня 10 банок. 5 и 2 в параллели. Здесь, в оригинальном, 12 банок. 24 вольта. 6 банок. Соответственно, по 2 в параллели. 12. Вот так вот все это выглядит. Но, в стандартное отверстие, в стандартный крепеж он не входит. Я напечатал на 3D принтере вот такой вот разъем. Как раз для моих аккумуляторов. Установил его сюда. И теперь подключаю. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Не гаснет. Все работает. От неоригинального аккумулятора на 21 вольт. Чуть позже я достану тестер и покажу, сколько на самом деле вольтаж и все такое. Далее. Теперь, что касается компрессора. Точно так же. Вот здесь я сделал, на 3D принтере напечатал разъем. Уже вмонтировал туда, подключил как положено, чтобы все это заработало. Оригинальный аккумулятор вставляется сюда. Вот так. Все работает. И теперь вставляем неоригинальный аккумулятор. 21 вольт вместо 24. Это вот так вот. Включаю. Не беда. Просто аккумулятор у меня слабенький. Сейчас возьму другой. Взял другой, полностью самодельный. То есть он сделан из вообще, который демо, скажем так, режим. Я купил отдельно банки. 10 штучек спаял их. И вот подключил в корпус. Вот так вот это выглядит. Сейчас его подключу. Поставил. Все работает. Компрессор работает от неоригинального 21 вольтового аккумулятора. Вот такая вот в них разница. Совершенно разные фирмы. И мне удалось запустить. Вот сделал так, что все заработало. Что еще хочется добавить? На момент публикации этого видео в интернете нигде нет точных схем, точного оборудования или пошаговых инструкций о том, как взломать защиту вот этой фирмы. Ну, по крайней мере, я не нашел. Я потратил несколько месяцев на поиски, так и не нашел. Хотя, прочитав множество форумов, люди, огромное число людей этим интересуются. Но, поломав голову, за пару дней я сумел сам найти ответ на этот вопрос. И сделал вот так вот. Теперь у меня работает техника и от оригинального, и от неоригинального разного этажа. Чуть позже я хочу здесь еще дополнительно сделать отверстие для блока питания. То есть, чтобы у меня, например, компрессор работал не только от аккумулятора, но и, допустим, 12 вольт я ему дам вместо 24. И он у меня тоже будет работать. Даже если вот сюда подключить крокодильчики, вот плюс-минус, вот плюс-минус, 12 вольт, вот сюда именно, не сюда. Если я подключу сюда, он даже не запустится. А вот здесь у меня уже все. Там уже все сделано как надо. И я дам 12 вольт вместо 21 и 24, и у меня все заработает. Я уже проверял. Вот, теперь я пойду за тестером и покажу пальтаж оригинального и самодельного, чтобы не возникало вопросов, что они действительно разные. Покажу. Итак, я взял тестер, ставлю его вот так вот, включаю. И подключаю сначала оригинальный аккумулятор. Плюс к плюсу, минус к минусу. Попробую сейчас вот так вот его. Ну вот, я думаю, будет сейчас видно. 24 вольта. Да, 24,1 вольт. Оригинальный. Вот так вот. На нем и написано 24. Теперь меряю свой самодельный. В самодельном, как я и говорил, намного меньше. 19 вольт. 19,1 вольт. То есть, если даже кто-то захочет провести опыт, берете оригинальный 24, у вас все работает. Подаете даже 20, а тут 19. Подаете 20 вольт на клеммы, вот на эти. Ровно 4 секунды, и то, может быть, даже не запустится. И все. И у вас все отключается. У меня... У меня с моими неоригинальными аккумуляторами все работает, как часы. Все работает. Подводя итог сегодняшнего видео, хочется сказать, что кто ищет, тот всегда найдет, но кто не найдет, тот сделает сам. Это что касается меня. Я не нашел, поэтому я все сделал сам. У меня все работает. В планах у меня еще попробовать переделать 40-вольтовую серию, потому что у меня есть некоторая техника. Переделываю я для того, и потому что мне, скажем так, накладно покупать такие аккумуляторы оригинальные. Они стоят совсем не дешево. То есть, хорошо, что... Единственный вот главный плюс, я считаю, что техника подается без аккумуляторов. То есть, аккумуляторы и зарядки люди покупают сами отдельно. То есть, что компрессор, что вот матч со световидных, они подаются отдельно. Стоят приличных денег, но они того стоят, потому что техника реально хорошая. Но это я не с целью рекламы, это я так, просто. То есть, мне нравится. Что касается аккумуляторов, я не считаю, что они должны стоить так, как вот они стоят. Они стоят реально дорого. По крайней мере, для меня. Для меня это дорого. Купить вот аккумулятор плюс зарядное устройство. Поэтому я пользуюсь самодельными, более дешевыми, китайскими аккумуляторами. Они стоят в разы, не побоюсь этого слова, не в два раза, а во много раз дешевле, чем оригинальные. Но, соответственно, вольтаж у них меньше. Но при этом, за цену вот одного вот такого аккумулятора, оригинального, можно купить штуки четыре вот таких. Или две, или даже два вот таких аккумулятора, не двойных, а даже тройных. И он будет намного, несмотря на то, что у него будет меньше вольтаж, он будет намного мощнее за счет того, что у него будет три параллельных банки. Ну, я просто уже проверял, есть у меня такие тройные аккумуляторы. Они работают намного лучше. Это лично мое мнение, никому его не навязываю. Просто захотелось поделиться своими наблюдениями. Вот так. В этом ролике я ничего не разбираю, хотя хотелось мне это сделать. Но решил, что не стоит. Потому что многие не поймут, будет слишком много вопросов, а зачем, а почему, вот я этой безразборки уже рассказал и наглядно продемонстрировал, что у меня вот так вот все работает. Но в любом случае, каждый решает сам для себя. Покупать или не покупать, или другую фирму выбирать. Вот. Ну, каждому свое. Спасибо. 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 Спасибо.